Всем привет! С вами я, Марина Кабатюк, и это программа Хроника, теле-хроника 90-х. Самые главные новости прошлого десятилетия. Светская криминальная хроника исторических событий. Мы достали из архивов новостей все самое интересное. Давайте вместе вспомним, как это было. В преддверии юбилея Ника раскрывает секреты. Сегодня Хроника покажет тайные архивы 1994 года. Тайные, потому что в них раскрыты секреты предэфирной подготовки выпуска новостей. Мы предлагаем вам сегодня провести один день со съемочной группой. Правда, для этого давайте вернемся на 20 лет назад. Добрый вечер! В эфире новости телеканала Ника+. Ну вот в 6 вечера я видела, как приезжают со съемки Саша Колобов, Саша Захаров, оператор. Игорь Янин уже, режиссер монтажа, ждет их там, что-то готовится. Какие-то там кофе, чай и так далее. И вот я видела, с каким они настроением входят, и как они делятся впечатлениями. Это было такое очень настоящее отношение к профессии. Я начинал по очереди, пытался собирать, монтировать. То есть оставлял паузу, где не нужно начитки. Колобов меня поражал всегда тем, что когда вот я ему говорю, у тебя 7 секунд. Он 7, он тут же садится с бумажкой, с ручкой, пишет текст, бежит в начиточную. И вот, а там, понимаешь, была технология монтажа такая, что если он... Я включаю запись, он пишет, он должен попасть ровно в 7 секунд. Если нет, я или должен механически выключить, или мы залезаем на другой сюжет. То есть мы портим всю, сейчас следующую запись. И вот он попадал ровно, секунда в секунду. 7 секунд, значит 7 секунд. 11 секунд, значит 11 секунд. Поехали. Ребята, извините, можно вам вопрос задать? Можно. Вы смотрите новости «Ники плюс»? Конечно. Как вам нравится наша передача? Хорошая передача, нужная. А на ваш взгляд? По-моему, там всего достаточно. Ни плохого, ни хорошего. У нас нет телевизора, но когда у нас есть возможность прийти к тем, у кого есть телевизор, мы смотрим новости «Ники плюс». Камеры раньше были тяжелыми. Весили они 12,5 килограмм. Мы называли их крокодилами. В ЭХС камеры почти как БТК. То есть они тяжелые на самом деле. То есть я тогда был вообще худенький, как тросточка. Мне когда ее выдали, я первый раз ее поднял, пошутнулся, подумал, надо проходить по его крещению. Да очень простой вопрос. Вы «Ники плюс» смотрите? Да. Что вы можете сказать о нашей передаче, чего-нибудь такого плохого? Да ничего плохого только нет. Все хорош. Только хорошее. И так ничего плохого и не скажете? Ничего плохого не могу сказать. Целый день ищем. Никто ничего плохого не говорит. Очень хорошая программа. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Связь достаточно была плохая. Но вот она спасала во многом, потому что туда звонили в машину. Для меня это была просто фантастика какая-то. Это был верх вообще какой-то прогресса. Вот. И говорили, что Леша Зубов, срочно, сейчас происходит то-то, то-то. Разворачивайся и едь бегом. Вот. Это спасало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЛЫЖНЮ Это стояли у нас такие большие кассетные магнитофоны, куда вставлялись большие кассеты. Трех-четырехчасовые. Вот. У тебя было окно в студии. Там стоял пупитер. На всякий случай там было написано просим извинить по техническим неполадкам. Вот. И если у нас кассета зажевывалась, или мы ставили не ту кассету, мы извинялись перед людьми. Теперь такого нет. Теперь мы не извиняемся. Мы работаем хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова